Корзин у Краснобелы. Поехали, стартовое вбрасывание, оно остается за хозяевами. Голубцов, Шульдишев и Макаров, плюс Родичев и Фирсов. Это первая пятерка Амурских тигров. У Спартака, соответственно, Варежкин, Михеев, Гуменюк и Шакалов с Красничуком. Что интересно, Гуменюк-то как раз вот... Фирсов на фланг, на Крайнего. Ну и бросок со входа в зону. Бросок со входа в зону. Сделали тут и Рыжиков, и соперников. Это, в принципе, те хоккеисты, которые являлись лидерами, ну и заметными фигурами в прошлом сезоне. Поэтому, ну вот, номинально заявлены четвертыми. Ну, хорошо. Бросок с неудобной руки. Несильный, я бы сказал, разминочный для Егора Корзина. Фаил Канай вторым заявлен у Спартака. Виктор Кобозев у Амурских тигров. Ну и четвертое сочетание краснобелых не представило. Рябов, Рогчеев, Попов, Выченко и Фролов. Фролов седьмой защитник. Защитник. Это Тихон Шакалов. Вне игры не так хотел силовой провести. В итоге подсаживался и самому ему прилетело. Но все с ним нормально. Вот Роман уже в чужую зону вошел. Опа, здорово. Макаров бросает. Слушайте, классный момент-то, а? У Макарова. Вот вновь Макаров уже в собственной зоне. Вот эта передача на него очевидно плохая. Здесь Спартак шайбу перехватил. Вот Гуменюк за чужими воротами. Но он один был. Хотя вот тут сейчас чуть-чуть помог Храпов. Третий нападающий также был рядом. Для Макарова смена длинная. Вот он до сих пор на льду. Только сейчас поехал на смену. То есть он разбегал туда, потом обратно, потом опять в чужую зону. Еще там в средний проводил силовой, вследствие которого упал. В общем, снова Рыжиков. Длинная передача. Тут Спартак еще и меняется. Ой, тут Сапежникова. Ну так-то прилично подтолкнули. По правилам. Но я говорил, что столкновений, вот это прям видно вот сразу, что столкновений в этой игре немало. И они такие уже достаточно жесткие все. Там бывает, что игра становится жесткой по каким-то причинам, эмоциям и так далее. Но здесь вот она прям сразу так очень неплохо смотрится вот в этом плане. Шульдишев. Гуменюк. Гуменюка подтолкнули. Шайба у Тигров. Передача на синюю. Ну и бросок низом. Корзин справляется. Да, Роман Макаров. Вообще прилично бросил-то так, а она прям в даль не летела. Так, Макаров здесь решил пропустить шайбу. А вот здесь он решил бросить. Да, угол острый. И очередной вот момент вот у этой тройки нападения с Макаровым, которая. Макаров, Шульдишев. И Спартак-то прижат к своим воротам. Был. Гуменюк. Снова Хабаровщане вбрасывание себе взяли. Кислицын. Выдача под лицевую. Шайба вернулась к Кислицыну. Мощно щелкнул. В сравнении Динамо Шинник 35-21 забитые и пропущенные. Как раз у Спартака вот тут. Оно может быть только у московского Динамо чуть-чуть поменьше. Вот. И, соответственно, серебро смотришь. Тут и у Амурских Тигров 19-19, когда у остальных побольше. То есть я, в общем, это все к тому, что тут как бы одни и другие не очень много забивают. Да и не так, чтобы много пропускают. Кислицын. Вот еще бросок. Слушайте, ну четыре раза уже бросили Тигры в этом большинстве. За полторы минуты. Три раза в створ попали. Один раз, ну вот сейчас Кислицын не попал. Вот еще бросок, но это уже в блок. И Рябов вновь выигран. Но кто-то из них. Естественно, никакой высоко поднятой там не было. Ну и Спартак впереди. Ну и здесь нужно бежать. Макаров Корзин вышел из ворот. Ну так помог. Ну, в общем, у Спартака три вратаря заиграно в этом сезоне. Спартак в своей зоне не ошибся. Шакалов. Нету ни игры. Шакалов, правда, шайбу потерял. И вот будет или не будет бросок, пока не ясно. Но сам Макаров не бросил. Опа! Вот здесь, скорее всего, будет уже интереснее. Макаров Корзин. Ну и встреча остановка. Поча налево. Раскачал. Попытался, точнее, наверное, раскачать. Максим Ковалишин. Никишина. Не забил. Шакалов. Длинный пас под чужую синюю. В этот раз не так все успешно сложилось, как в предыдущем моменте. Зато вот вдвоем против одного. В этот раз Ковалишин отдавал. Два момента. Ну, этого сочетания Спартака в этой смене. Лазарев отдает на синюю. Мартынов налево. Партнер бросает. Лазарев подбирает. И вновь тут такой сквозняк через пятачок. Исполнил Иван Волгин. Лазарев клюшку потерял. Спартак приехал. Итак, большинство Коборовчан. Второе удаление у Спартака в матче. Лазарев. Передача на соперникова. Соперников, ну, скажем, вернул Лазареву. Лазарев бросил в дальний. Щитком Корзин отбил. Рыжиков накидывает с кистей. Неплохая идея. Снова Лазарев. У нас подворота. Соперников за ворота. И вот на соперникова, но тому бросить не позволит. Снова Лазарев против Гаврилова. Ну, а тут Гаврилов уже с шайбой. Пошел, развернулся. На Шакалова сыграл. Шакалов направо. Шайба за воротами. Пономарев. Пономарев. Ковалишин пытается помочь. Пономарев и сам справился. Рыжиков. На коротке получился пас. И тигры вывели из зоны. Так, на скорости храпа. Ближний бросает. Не забивает, но подыгрывает ногой себе. И дальше продолжает владеть шайбой. Здесь, соответственно, блок. Синяя закрыта рукой красно-белыми. Мартынов. Нет вне игры. Так вот, момент у Спартака. Передача в центр на 4. Ну что, смотрим. Третий период. В принципе, игра достаточно равная. Ну, как бы мы это и по счету видим. Там Корзин несколько раз подтащил. Тигры в большинстве не забили. Но если про игру 5 на 5 говорить, мне кажется, что Спартак целостнее, что ли. Ну, или просто интереснее чуть-чуть. Ну вот, шанс сразу у Гуменюка. Подхватил там шайбу после того, как Егор Варюшкин пытался в одиночку всю оборону Амурских тигров пройти. Красничук. Был у него там момент в конце второго периода. В большинстве. Филков Касани вполне мог забить. Мартынов. Родичев. Хорошо. Вновь вбросили Амурские тигры. Там, по-моему, отложены вне игры, судя по движению. Ну, есть что сказать и подсказать игрокам. Ну, учитывая его замечательную карьеру как игрока. Михеев играл в центр на Рябова. Дошла шайба до синей линии. Щелчок оттуда. Рябов вот перехватывает и тоже простреливает. Варюшкин успевает скинуть на синюю. Шакалов. В угол. Высоко поднятый нет. Тигры перехватили. Поехали в атаку. И вот тут на рубеже синий. Хотя нет, соперников-то и справился. И соперников, может, сейчас и бросит даже. Пока контролирует. Длинный перевод. Пытается соперников с партнерами «Спартак» на смене поймать. Простреливает соперников. Лазарев просто не успевал к этой шайбе. Ну, и наброс от синий. Причем тоже отмечу Лазарев. У него. И вот это уже Данис Вагапов. Получил на пятаке шайбу. Убирал на неудобную браку. Стало несколько погромче на платином арене. Да и Амурские получше заиграли. Последние минут пять за ними. Не, ну у «Спартака» там вот два момента у Пономарева. Но позиционно таки именно сейчас мы с вами видим в исполнении хозяев. В исполнении «Тигров». Варюшкин сказал партнер, чтобы он ехал самостоятельно. Но он и поехал. Ну, да красный добрался. Промазал Григорян. Сам так в борт въехал. Не забрасывать придется. Так и есть. Фирс справился с этой простой задачей. «Спартака» из зоны на проброс. Шесть минут. Ситуация заставляет. Соперников. На пятак бросок Корзин справляется. И там просто не забил Волгин. Продолжается атака красно-белых. Варюшкин отдавал в Михеево. Михеев подержал шайбу в зоне. Защитник закрыл. Вот сейчас, наверное, все же назад. Спартака придется бежать. Хотя нет. Хотя нет. Снова Варюшкин. Играет на Шакалова. А вот тут шайба подпрыгнула. На Шакалова налетел Лазарев. Почти отобрал. Помог Храпов. Тут уже попался под Куснудинова. Один загнал Храпова. Куснудинов встретил. Вот все по правилам. Куснудинов на пятачок отдает моменту Хабаровчан. Бросок в ближний угол. Не забил Голубцов. Вот было бы обидно, да, Корзину? Ну подождите. Тут еще вот от Сидней. Но тут Куснудинов не смог сыграть. Успешно. Ну и все. Ну и все. Звучит сирена. Спартак одерживает победу. С отсчетом 3-0.